ну что ребят добро пшелки на 18 и одновременно 19 то формула 1 затем на гран-при сша на потом на гран-при мексике два этапа будут совмещены поскольку в сша я забыл заснять повторы на но в мексике я просто не мог заснять поскольку игра просто вылетела не очень вовремя и в принципе она вылетела в во втором сегменте квалификации и из-за этого бы не пришлось кое-что сделать ну об этом чуть позже собственно в самом мексике ладно сша что у нас тут происходит в турнирном зачете я лидирую позади меня стролл стоит на 77 очков и по итогу если приезжаю впереди строла то я гарантирую становлюсь чемпионом ну если нет там срок каким-то образом выбирает 3 натречка больше чем я это мы продолжаем бороться но как вы понимаете борьба это уже сводится к тому что просто не надо брать одно банально очко все не более в сша собственно трассы мне очень понравилось опять же за счет модификации болидов трасса очень хорошо чувствовалось монтаж тушок первым месте ям вторым стролу нас третьим бандорн 4 сироткин 5 ферстаппин 6 хамильтон 7 магнсон 8 горшан 9 хюлькенмерк и 10 окон собственно такая у нас топ десятка вандорн уже показывает хорошие результаты и и ории если мы начнем при дублями а вильямсы приезжать где-то в середине топ десятки то мы можем еще побороться из-за кубок конструкторов поскольку отрыв у них всего лишь в точку и примеру если бы в антон все время приезжал хотя бы пятым четвертым вы бы думаю уже были очень равны в кубке конструкторов тактика простая один без стоп с ультра софта на софт и переходим к старту гаснут огни как обычно я провально стартуем нет тут же настигает строл несмотря на то что у нас тут примит небольшой после старта но стром не успевает опередить и в принципе окей он меня опередил но дальше будет скоростная секция этот раз и в принципе в ней я могу показать скорость этого болида поскольку больше настроенная динамика была именно скоростную эту часть а-ля suzuka ну и собственно спокойно прохожу по внешней траектории и начинаю отрываться также позади что-то нас произошло но так как нет повтора потому что я на украшу я просто забыл записать к сожалению мы не узнаем что там произошло строл на обратной прямой меня тут же попался контратаковать но мы вошли бок о бок в поворот и к следующему уже поворот начали третий сектор он мне не смог ничего противопоставить окей 6 кругов позади уже и мои шины начали перегреваться дико из-за то что очень активно и агрессивно проходил скоростную эску из-за чего я начал терять времени по итогу вандорн со строл у меня догнали и я даже пытался как-то вандорну помочь он не занял первое место и строл там начал как-то может терять время но мне это не получилось строл все-таки занял первую позицию но на этом же круге он как я решил свернуть на пистоп я решил свернуть потому что на софте мне как-то более будет комфортно он не будет так сильно перегреваться как ультрасофт ну а у строла была стратегия вот два пистопа и если у вандорна не будет этой стратегии а быстрее как у меня в один пистоп то в принципе большие шансы на дубль ну и собственно после песок еще так задержался поскольку надо было пропустить строл ведь он же так близко был к моему выезду что наверное я с ним бы столкнулся при выезде из своего питер ну эта игра что с ней взять ладно на к следующему кругу уже догнал аликлер спокойно опять же стосной секции чуть позднее там уже в предпоследнем повороте и без проблем его догоняют строл не смог никак прорваться я же на своем софте уже просто летел и так же как на первом кругу по внешней траектории без проблем обошел строла ну а дальше в принципе что для форсы индии без каких-либо проблем будет пройдено мной поскольку у меня будет и слепстрим и дресс и скорость у меня в принципе на прямой довольно большая дал переса тоже будет дресс и слепстрим от окона но посмотрим что бат и противопоставил моему маклару на своем форс индии который в втором сезоне неплохо себя зарекомендовал но что-то пошло просто не так и по итогу они как и мерседес и феррари оказались позади в развитии но в принципе при этом они кое-как едут в отличие тоже не следствие феррари ладно так она переса чуть позже торможу и тут же еще долетаю до окона он решил все отвернуть что все таки не произошло контактную по итогу без проблем опередил его ну и на том кругу уже начали даже нового догнал без проблем райкена и на старт финишной прямой его опередил после этого мне остается только ботас впереди ну и тут как бы все очевидно ботас я спокойно догоню нас ракен еще пришлось немного посражаться но все-таки он меня уступил вторую позицию и решил не терять там не времени ну и вот ботас в последней секции трассы на том кругу когда я передел ракена без каких-либо проблем в том порте где я переделал и заубер прохожу его и просто начинаю лидировать от начала до конца ну и тут собственно я думаю уже очевидный исход то что эта победа и это ребят самый главный чемпионский второй титул и причем он был выигран в первом же сезоне за макларен то есть изначально в планах было то что я его выиграю на следующий сезон поскольку мы будем сейчас страдать на макларене мы не сможем сразу же прокачать хорошо окей может быть консультируем или к середине начнем бороться за первой позиции но это случилось намного раньше я даже не ждал что он настолько раньше случилось до 1 победа в китае было по сути везением там за счет стратегии и плюс виртуальной машины безопасности ну и так же да вот подарил вандорну еще в первую позицию потому что когда я увидел то что он уже приезжает и решил закончить свои бублики и по итогу не успел немного много принципе для меня это не критично окей я не выиграл как бы гонку но все равно чемпионский то за мной поскольку строл и сиротскин очень далеко финишировали то есть их не было даже в топ-4 3 4 место заняли 2 рыбула и это показывает то что рыбула в принципе начинают уже потихоньку потихоньку бороться с велим с вами за счет именно того что они могут дольше сидеть на трассе поскольку видимся какую-то страну стратегию выбирают хотя по идее у них уже полностью прокачанный болид а это значит что у них полностью прокачанный сношен и они должны я думаю даже спокойно тут ехать на улице софте супер софте ну правда это немного наркоманская стратегия поскольку шины будут перегреваться ну ладно в теории конечно так можно проехать но почему-то они пошли на статике двух пистопов из-за этого очень и очень много проиграли плюс вроде устроил еще возникли какие-то проблемы с болидом из-за этого он тоже начал потихоньку так откатываться назад и сдерживать позади себе пилотон ну и что ж передел остается только три этапа мексика бразилия и абу-даби из-за того что делимся не очень хорошо финишировали на этом этапе заработали там что 15 очков в общем то мы можем еще побороться опять же если веленцы будут так и дальше в приезжать и причем деньги к середине пилотона то 10 9 что по минимуму набирали очки а лучше вообще не набирали тут вот куба конструкторов мы в основании там 70 почти 80 очков это можно спокойно нагнать за три этапа если мы будем решать все время дублем и опять же не делимся вы приезжает а немножко заговариваясь но ладно разбулую как и говорил неплохо начали выступать там еще рекордом неплохо прорвался со середины пилотона даже почти позади пилотона смог прорваться сошедший у нас один это был льюис у него там механические проблемы возникли с болидом соперничество я выигрываю над стролом как и чемпионский титул соответственно в принципе неплохо соперника я не стану выбирать поскольку остается три этапа из-за три этапа невозможно выиграть ни одного соперника поскольку на это надо минимум пять этапов так что без лишних ресурсов ну и продолжаем оптимизировать ветку уже почти окончательно оптимизировали все большие обновления остались кучи мелких обновлений в принципе уже к мексике я думаю мы сможем их адаптировать и по итогам настоящий у нас будет полностью прокачанная динамика но я подумаю буду ли я проезжать следующий сон поскольку до выхода новой части остается почти ровно месяц и за этот месяц в том темпе которым я выкладываю видео ну как бы я не успею выложить это даже там за пять видео в неделю на идею свежей нету поэтому окей на это время вот пока не будет новой формулы я думаю буду стримить к с гоу там дябл 3 под фэксел пункт может быть так что ребят приходите стрим в основном вечером по выходным может быть и днем как получится собственно мексика в которой в третьем сегменте не было ни одного барида вильямса то есть вот так вот они даже умудрились прострять квалификацию что-то произошло в мексике а игра у меня решила вылетать после второго сегмента почему это стало я не знаю но конечно из-за моду то есть что мне стояли евреи более-менее девнадцатого года потому что они не полностью были сделаны ну и мод на немного агрессивной а и то есть чтоб они более-менее так защищались там больше ошибались тому подобное то есть ну чувствуешь то что кухне какие гонщики и как-то было более менее интересный принципе за счет этого да было больше столкновений там ошибок тому подобное пришлось с тем моду убрать потому что игра без них не хотел не впускать и я не знаю стоит их ставить обратно поскольку остается два этапа опять же и я не хочу опять с этим морозов поэтому я думаю доеду последние две гонки без леврей девятнадцатого года с левремя восемнадцатого но окей зато хотя будет проще понимать какой болит хотя и более-менее же привык к тем номерам ну и опять же да боты будут немножко скучными но окей две гонки в принципе осталось и не думаю что в принципе от этого что-то поменяется поскольку мы такого им сейчас за чемпионский титул с точнее за кубок конструкторов с вильямсами старт уже увидели перед собой я буду стартовать на четвертом месте и дождь у нас будет поначалу гонки то есть до середины гонки у нас будет ровный кит дождь как встретить в сегменте квалификации но в тромку сегменте кстати тоже начался дождь наверно из-за этого велимся красный пришли то есть там строл вылетел в том сегменте потому что он вроде успел не успел выехать вовремя из-за этого он потерял время и не смог на маленькой фиксироваться ладно переходим к старту гаснут огни я кое-как срываясь место в принципе неплохой старт кое-как еще остаюсь звезды ферстаппинов позади тут же пытаюсь подрубить все по максимуму чтобы догнать его поскольку у нас болит это позволяет и соответственно я пытаюсь не поравняться но ферстаппин делает просто позднее торможение тут же пролетает свой тиммейт и тут же проходит еще и вандорна точнее у них завязалась потасовка между собой но по итогу ферстаппин проходит вандорна и какое-то там долгое время будем за ним еще ехать я тоже классно самой поравняться но как у ферстаппина у нее не получилось к сожалению выйти вперед вот собственно через три круга мы с вандорном таки догнали ферстаппина точнее время был позади него но все время не хватало ему немножко опередить и по итогу вандорн проходит его и я тут же прохожу и мы начинаем уже потихоньку отрываться поскольку ферстаппина как раз таки сдерживал и через круг буквально я уже тут же прохожу вандорна чуть поздним торможением конечно много рисковым поскольку можно было столкнуться но принципе боль меня учусь я тут же начал отрываться соответственно через какое-то время я догнал сироткина на круг не знаю что там произошло ну и немножко неаккуратно его обошел я думаю вы понимаете почему неаккуратно но ладно окей все-таки выигрывал первый раз мексиканское гран-при такой короткий гран-при получился с не было повторов ну и по видео у меня не особо что там было тоже после пистоп даже когда я выехал первого там между мной и были нам позади впереди было очень большое расстояние но после второго пистоп я вышел сразу первым вот ну и по итогу да наконец-то выиграл гран-при мексики то что до этого первый раз меня выбил юис и гонка была та еще в дождь и на сликах но второй раз у меня просто не хватило много темпа и сироткин смог меня выиграть собственно такой финальный результат мерседес мы кстати опять провалились проект провалились сироткин у нас в конце он не набирает очков но в принципе стрелка набрал что-то вроде 15 очков но окей это более-менее и мы уже отрыв составлять всего лишь там 45 очков соответственно две гонки и если веленский набирают в общем где-то 20 или 30 очков то мы можем еще забрать кубок конструкторов себе что очень хорошо то есть это это катерик дополнительная задача к моему и такому челленджем хотя бы челленджем это назвать даже нельзя потому что ну что это блин за челлендж когда по сути за пол сезона болид начинает ехать и мы начинаем сражаться с болидом который там был на голову выше остальных ну как бы челленджем это не назвать согласитесь по контактам у нас было не особо много поскольку опять же дождь так что контактов ну с чего бы они тут еще были вот между мной с сироткином конечно контакты были я вам просто показал и такую одну удачную попытку как его остановить чтобы он не взял хотя бы даже одну очку но при этом репутация у меня понизилась с линисом вообще никак но уровень уважения от новичка до ветеран повысил со стороны новичка что довольно интересно до этого я думал то что это уровень даже вообще не может никак там упасть ниже но оказывается если много контакта будешь получать толк может и упасть ну и последним модификациям адаптируем и остаются у нас только модификации в шасси которые в принципе адаптируют они особо много из два этапа мы это сделаем и на этом ребят с вами был архаммер подписывайтесь на канал ставьте лайки и приходите на вечерние стримы в основном они будут опять же совсем 8 на этом все ребят пока пока